Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сейчас у нас продолжается цикл видео по нозологиям. Обратите внимание, сейчас на ваших экранах типичное выполнение методики пиктограммы человеком психически больным, человеком с диагнозом олигофрения. Это типичное выполнение этой методики. И обратите внимание, самая главная и основная особенность преобладают человеческие фигуры. Вообще существует несколько уровней мыслительной деятельности. Самый низший из них наглядно образный, затем второй уровень наглядно действенный, затем у нас идет понятийный уровень или атрибутивный, далее абстрактно-метафорический уровень и четвертый уровень выхолощенный. При шизофрении только встречается. Так вот, на данный момент, на данном рисунке представлена методика пиктограммы для наглядно действенного уровня обобщения. То есть присутствуют исключительно, в большинстве своем, понятно, человеческие фигуры и ассоциации носят наглядно действенный характер. Веселый праздник, накрытый стол и два человека около него. Значит, тяжелая работа, человек копающий яму, болезнь, человек лежащий в кровати, радость, улыбка на лице человеческом, ну и собственно так далее. Единственное, что выбивается из этого общего фона, это вот рисунок на понятии любовь. Но надо сказать, что это архетипический такой образ, да, то есть сердце пронзенное стрелой. И это не говорит о том, что человек не применил в данном случае атрибутивный или же абстрактно-метафорический уровень. Это просто типичный образ, присущий для нашей культуральной, субкультуральной популяции русской, да, то есть сердце пробитое стрелой. А в остальных же случаях, без исключений, человеческие фигуры и наглядно действенный уровень обобщения происходит какое-то действие. Это один из двух рисунков, которые я хочу вам показать. И сейчас я вам покажу второй такой же рисунок, такой же нозологии, то есть это олигофрения. То же самое мы можем наблюдать на этом рисунке. Обратите внимание, болезнь человек, лежащий в кровати. Значит, опять же, да, то есть вражда два человека, сражающихся на мечах. Буквально это было, наверное, месяца полтора назад, когда проходил обследование этот человек. И, в общем-то, вот еще пока живого воспоминания, я вам его записываю. То есть, опять же, присутствуют исключительно наглядно действенные ассоциации. Происходит какое-то действие. Вкусный ужин, шкварчащая курица на сковородке. И так далее. Этот человек, он такой, несколько пограничный был, да, то есть как бы сниженная норма интеллекта. Часто о нем говорят психиатры, медицинские психологи. То есть, он где-то находится на грани в своем мыслительном процессе, в своих мыслительных операциях. Он проводит их на грани между атрибутивными и наглядно действенными, или еще говорят, конкретно ситуационными образами. Вот такое вот выполнение методики пиктограммы для сниженного уровня интеллекта и для непосредственно олиго, олигофрении. Типичные такие вот рисунки. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok